С главными новостями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Окончательный вариант плана правительства по поддержке экономики на 2016 год должен быть подготовлен к 25 февраля. Такое распоряжение сделал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам рассмотрения представленной на заседании Кабинета министров версии документа. Министерство экономического развития вносило четыре версии, и до последнего министерства и ведомства согласовывали, какие меры поддержки экономики должны быть безоговорочно предприняты, а какие можно оставить в резерве до тех пор, пока не появятся дополнительные ресурсы. То, что те или иные мероприятия вошли в план и под них найдено финансирование, это не повод расслабляться, подчеркнул Медведев. Сейчас средства на все не хватает, и Кабинет министров стремится ввести взвешенную бюджетную политику. Принципиальным моментом плана действий стала поддержка тех отраслей, которые смогут продемонстрировать отдачу. Второй значимый момент касается социальных задач. При этом социальную поддержку правительство стремится сделать более адресной, что добавит ей эффективности. Деньги должны получать те, кто в них действительно нуждается, указал Дмитрий Медведев. Нужно навести в этой сфере порядок, разработать критерии этой нуждаемости. Публичная кампания по определению критериев нуждаемости стартовала и в Ненецком округе. Соответствующее поручение дал глава региона Игорь Кошин. «Мы должны определить критерии и принципы нуждаемости», отметил Игорь Кошин. «Для этого мы сейчас начинаем кампанию по общественному обсуждению, чтобы всем вместе определить данные критерии». Две трети пунктов антикризисного плана – это системные меры, и от того, насколько грамотно удастся их реализовать, зависит будущее состояние экономики и благополучие граждан. Одной из мер поддержки семей в антикризисном плане стал пункт об ежемесячном использовании материнского капитала семьями, которым он положен. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Также министр рассказал, что на поддержку региональных рынков труда в этом году могут потратить 10 миллиардов рублей. 3 миллиарда будет выделено и 7 миллиардов – это резерв. Также он отметил, что зарезервировано дополнительно 5,5 миллиардов рублей на пособия по безработице, если вдруг она будет расти быстрее, чем спрогнозировано. Сейчас на эти пособия запланирован 41 миллиард рублей с учетом текущего уровня регистрируемой безработицы. Еще 6,5 миллиардов рублей будет выделено регионам на детскую оздоровительную компанию. Эта сумма будет израсходована на организацию отдыха для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На эти средства смогут отдохнуть дополнительно 275 тысяч детей. Нинецкий округ в 2016 году на санаторно-курортное лечение направит свыше 1 тысячи жителей округа. На очереди для получения бесплатных путевок мать и дитя состоят 541 ребенок и 464 их законных представителей. Отделение социальной защиты население планирует направить в оздоровительные учреждения Черноморского побережья 880 человек, в Кавказские минеральные воды 83 человека и в среднюю полосу России 42. В санатории «Юность» города Яссентуки стоимость одной путевки составила 46 200 рублей, что соответствует уровню прошлого года. Первые семьи смогут отправиться на санаторно-курортное лечение уже в апреле месяце.